Я выглядел даже худовато. Я вырос бы намного крепче, если бы не полуголод во время войны. Я тяжко переживал недостаток еды, потому что рост бурно, могучий. От полуголода восьми лет я почти облысел. Это случилось в 1943 году. Сейчас, когда люди подросли, мой рост из обычных, а я помню себе юноши, я почти всегда ростом был выше своих сверстников, да и вообще окружающих. Самостоятельные тренировки воспитали и подлинную неутомимость. Порой мне казалось, я могу работать сутками. Это очень пригодилось и в различных жизненных осложнениях, творческой работе и после, когда пришла пора бороться за выживание. Меня спасли и вернули к жизни, как понимание смысла физических упражнений, вкус к ним, так и высокая приспособленность к напряжениям. В год окончания училища я мог без особых стараний отжаться на брусьях около сорока раз, подтянуться на перекладине около тридцати, сложиться в мостик, прыгнуть в длину с разбега к шести метрам, послать семисотграммовую гранату далеко за шестьдесят метров, переплыть в оба конца Волгу и довольно ходко бежать на лыжах десять-пятнадцать километров. Для того времени это было совсем не дурно. За семь лет в училище я ничем не болел, кроме воспаления легких, поспорил, что отмерю десять километров на лыжах в брюках, но без гимнастерки и даже нательной рубахи. Волга открыта ветрам, почти всю дистанцию я катил в их студеной ласке. Поправился стремительно. Уже на шестые сутки меня выписали из санчасти. Юношеским тренировкам я обязан и тем, что впоследствии так скоро втянулся в нагрузки большого спорта. Правда, мои ноги и без тренировок отличала сила. А эта сила главная для атлета. В восемнадцати лет почти без штангистской муштры я начал приседать с весом 200 килограммов по 6-8 повторов в подходе. После нескольких лет тренировки с тяжестями я навел вес до 300 килограммов. По уровню мировых результатов тех лет и соответствующих им тренировок у меня вообще не было соперников в данном упражнении. Впрочем, как и в тягах, лучшие из которых перевалили за те же 300 килограммов. Эти веса стали обычными на тренировках через добрые 30 лет. Да и то лишь у первых атлетов мира. Конечно, в данных упражнениях я мог бы добиться несравненно более внушительных килограммов, будь это моей целью. Однако я всегда сразмерял результаты вспомогательных упражнений с потребностями классики. Я добывал лишь ту силу, которая могла реализоваться в классических упражнениях. Просто сила для силы меня не занимала. Это явилось бы непозволительной роскошью, непроизводительной тратой времени в тесной череде тренировок. В них и для них всегда не хватало времени. Ведь время иначе можно рассматривать как силу. Всякая тренировка есть реализация силы во времени. Я превосходил соперника не силой, а обогнал их во времени. Во времени, необходимой для освоения моих результатов. Все искусство тренировок в том, чтобы не оставлять это время соперникам. После окончания Суворовского училища с серебряной медалью я получил счастливую возможность продолжать образование в военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Я легко усваивал учебный материал, был холост, юн и сохранял привязанность к физическим упражнениям. Уже со второго курса я повел сугубо целевые тренировки по тяжелой атлетике. Но они никогда не шли за счет учения. Спорту лишь досуг. А досуга у меня хватало. Ведь я учился без всяких затруднений. Поэтому тренировки я прерывал лишь на время производственных практик и отпусков. Как правило, на два летних месяца. Еще несколько недель я терял в экзаменационные сессии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...